Этот день победы Рязань встречала проливным дождем. Нынешний протокол был намного насыщеннее прошлогоднего. Впервые за последние три года парад должен был пройти вживую. Вот только небо плакало на взрыв. Впрочем, парадные колонны стойко держали строй. Товарищ гвардии полковник, войска Рязанского территориального гарнизона в ознаменовании 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующим парадом гвардии полковник Великоский. Товарищ гвардии полковник, войска Рязанского территориального гарнизона Около 300 тысяч уроженцев земли Рязанска ушли на фронты Великой Отечественной. 180 из них не вернулось. Возложение цветов – это дань их памяти. В своей речи у Вечного огня губернатор Рязанской области Николай Любимов был подчеркнуто строг и лаконичен. Он поблагодарил ветеранов, сказал о великом подвиге рязанского народа в Великую Отечественную, а затем вернулся к нынешней повестке. «У нас есть непобедимая сила духа, воля и вера в справедливость», заявил он. «Мы не допустим, чтобы нацистская идеология снова пустила корни. Нам не нужна такая новая история. Поэтому сегодня Россия ведет спецоперацию на Украине, чтобы помочь окончательно завершить восьмилетнюю войну на Донбассе. Уважаемые военнослужащие, дорогие наши ветераны, уважаемые рязанцы, с праздником всех вас! Здоровья, бодрости, духа, благополучия, успехов в добрых делах на благо Рязанской области и всей нашей великой страны! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава дружинникам тыла! Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! 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 В первых рядах парада знаменосцы со стягами фронтов Великой Отечественной. Дальше, чеканя шаг, идут десантники, как и подобает столице ВДВ. Идет парадный расчет первого батальона курсантов высшего образования ВДВ Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командового училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Возглавляет парадный расчет курсантов первого батальона гвардии подполковник Виталий Потаев. По площади проходит парадный расчет курсантов пятого батальона специального назначения Рязанского десантного училища. Парадный расчет девушек-курсантов – настоящее украшение марша. Красавицы под дождем зябли, но виду не подавали. Их улыбки сияли почище солнца, похоже, забывшего заглянуть на парад в Рязани. Впрочем, даже несмотря на ливень, зрителей становилось все больше. Обычно молчаливые на публике ветераны доброжелательно делились своими историями. Это 25 километров было от линии фронта. Мы оттуда брали машины, ремонтировали и отправляли опять на фронт. Сремонтировали машины на улице, это дорожная мастерская. Доброго здоровья. И вот это страшно было, что неужели не справишься, потому что болт не отворачивается. И слезы на глазах думали, ну что ты не можешь болт открутить. И вот это давало силу, хоть страх, но силу давало. И преодолевали все. В нас заложена непобедимость, наши гены, это непобедимость. И поэтому желаю, чтобы душой всегда были крепкие, здоровыми и бодрыми. Вот так бодро и весело открыли смотрстроя песни барабанщицы. Песни же в хоровом военном исполнении звучали самые разные. От вставать страна огромная, до более современной служить России. Естественно, не обошлось без прощания славянки в почти театрализованном исполнении девушек. И снова покой, труба нас залет. Мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой. Встань, поверну, твоя земля. А где-то вдалеке уже собирался бессмертный полк. В его строй люди встают, как известно, по зову сердца. Встал вместе со всеми в него и Николай Любимов. Люди, которые пришли сегодня, они несли с такой гордостью, с таким чувством, с такой любовью портрет своих предков, что действительно понятно должно быть абсолютно всем. В нашей стране это понятно и так. Другим, кто сейчас пока настроен нас сломать, что мы всегда победить должны и победим обязательно. Такой дух, такую волю народа не сломить ничем. Сотни историй звучали от рязанцев в строю бессмертного полка. Только о некоторых из них смотрите в завершении нашего спецвыпуска. За 77 лет, которые прошли с Великой Отечественной войны, остается невыяснена судьба минимум двух миллионов бойцов Красной Армии. Напротив их фамилии стоит приписка «Пропал без вести». На эти места их захоронения все труднее с каждым годом. Однако поисковое движение розыск не останавливает ни на минуту. Идентификацию проводят с помощью солдатских медальонов и книжек. И каждый год кому-либо из бойцов Красной Армии возвращают их имена. В руках у председателя регионального отделения поискового движения России медальон воина-красноармейца – рязанца Василия Иванцова. И мгновение спустя медальон передадут родственнику. Ну, что сказать-то? Спасибо нашим дедам, что они победили в этой страшной войне. Спасибо посыковикам, что находят людей, которых ждут сильных, числится пропавшей без вести. Останки нашего земляка обнаружили еще в 2019 году на вахте памяти в Калужской области. На границе двух деревень поисковики обнаружили воронку с 40 бойцами Красной Армии. Медальоны были только у 16 человек. Экспертиза шла три года. И только теперь заполненный медальон передали родственнику. Солдат остался в братской могиле, там, под Калугой. Память о нем вернулась на родную землю. Говорят, что солдаты не заполняли солдатский медальон, потому что было предубеждение, заполнил медальон, умрешь. Нет, все заполняли и все хотели домой. Абсолютно все. Это заблуждение. А это кадры с перезахоронения старшего сержанта Ивана Пигарева. В 41-м он пропал без вести. Его останки нашли только осенью прошлого года под Смоленском. При нем каска и фляжка с нацарапанными инициалами. Медальон был пустым. Однако экспертизу все же решили провести. Оказалось, текст был. Но почему экспертизу стали проводить? Потому что с ним же были пуговицы и запонки от рубашки. То есть воин настолько хотел вернуться домой. Он очень любил свою мать, это потом уже рассказали родственники. И хотел вернуться с победой в этой рубашке, в красивой, с запонками. Он не мог просто не заполнить этот медальон. В региональном отделении поискового движения всего несколько отрядов и патриотических клубов. Суммарно 52 человека. За 21 год на вахтах памяти они нашли останки более 300 бойцов Красной Армии. Опознано только 10. Пока. Поисковики, что они делают? Как они работают? Первое, это работа в архиве. То есть найти неучтенные потери на какой-то местности. Потери были. Потери были среди военных, среди партизан, среди местных жителей. Выехать на место, согласовав при этом свой выезд в Минстерство обороны. Найти этих людей. Как найти мертвого человека в лесу, либо в поле, где все запахано. Он не откликнется тебе. Звать будешь бесполезно. Как хочешь, так и ищи. Задача найти. После опознания, как итог предания земле. И потом снова архив. Работа у поисковиков не прекращается. С начала 22-го года уже обнаружены 12 солдат. Под Смоленском, в Тверской и Новгородской области. Останавливаться в планах нет. В июле состоится вахта, опять же, в Хомжурковском районе Смоленской области и в Бельском районе Тверской области. Продолжится работа в урочище Гайтлова, Кировский район, Ленинградская область. Скорее всего, это будет август. И также в августе пройдет школьная учебно-тренировочная вахта памяти для рязанских молодых поисковиков. В городе Смоленск. Поисковики так и работают. В бесконечном цикле архив, согласование, выезд, поиск, архив. Выезжают в Смоленские болота, Крымские поля. Так и ищут. Братскую могилу, одинокое захоронение. Солдата Красной Армии с заполненным медальоном, который так мечтал вернуться домой. И когда ты его открываешь, чувство вот прочитаешь, не прочитаешь. Разорвется, не разорвется. Они тебя переполняют. И ты потому, что ты последний человек, которого сейчас вот судьба другого, другого воина, который жизнь свою отдал. Сможешь ты вернуть его имя или не сможешь? То есть фактически ты берешь на себя ответственность за судьбу другого человека в прямом смысле этого слова. Берешь ее в руки. У поискового движения есть также проект под названием «Без срока давности». Его задача – поиск и придание гласности фашистских преступлений. В прошлом году в Брянске нашли захоронение 76 мирных жителей, почти треть из которых – дети. Работы по проектам ведутся параллельно. Ведь цель простая – вернуть каждого солдата на родину. И вернуть его имя. Потому что никто не должен быть забыт. И ничто не должно быть забыто. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Нет на бескрайних просторах нашей необъятной родины, города, села или деревни, которых бы не коснулась Великая Отечественная война страшным известием о гибели родных и близких. Поэтому после победы на всей территории страны появились тысячи памятников, стел, обелисков, посвященных памяти о героях тех страшных лет. Таких памятников, как этот, раскинуто по стране много. В поселках, деревнях и селах каждого региона можно увидеть такую стелу, установленную в 60-е и 80-е годы прошлого века. Они, как светочи, хранят имена тех мужчин и женщин, которые когда-то жили окрест, а когда началась война, ушли защищать свой дом, свою улицу, свой поселок, страну. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин села Поляны ушли добровольцами на фронт. Многие из них, к сожалению, не вернулись. И память о них была увековечена двумя памятниками в селе Поляны. Первый памятник был возведен в 1965 году. Сейчас того самого нет, его снесли. Теперь здесь церковь. Но на этом месте в 1987 году появился другой памятник силами существовавшей тогда организации ПМК-13. На монументе высечены имена 189-ти не вернувшихся с полей сражений полянцев. Наше село – это родина Героя Советского Союза генерала-полковника танковых войск Терехина, Макаров и Меча. И на этом памятнике также есть его фамилия. А этот монумент совсем не типовой. Пример того, как без слов сказать о самом важном. Силуэт солдата и фигура девочки, символизирующая жертву во имя будущей жизни, невольно заставляет притормозить у памятника и задуматься о героях ушедшей войны, которые есть в каждом самом маленьком селе нашей необъятной Родины. Памятник от слова «память» – помнить. Помнить о том, что произошло в истории нашей страны, в истории нашего поселка, в истории нашей Родины. Ну и когда-нибудь будет такое время, что маленький ребенок спросит у своих родителей, а что это за обелиск? Что это за люди, чьи фамилии высечены на гранитных плитах? И родители дадут ему ответ. Это те, благодаря которым ты живешь на этой земле. 21 июня 1989 года в поселке Мурмана произошло волнующее и важное событие. Был открыт памятник павшим мурминцам в годы Великой Отечественной войны. На искусственном холме возле школы, хорошо видимой дороги, этот монумент спроектировал рязанский художник по фамилии Межорин. Построен памятник на народные средства. Возводили его всем селом. Холм насыпали, собравшись вместе. И по сей день берегут и ухаживают, как сакральное место. В 2020 году по программе поддержки местных инициатив памятник отремонтировали и привели в нынешний вид, не нарушив при этом изначальной задумки. Лаконичная и емкая надпись «Помним» и фамилия 188 мурминцев. В настоящее время идет поисковая кривеческая работа по увековечению фамилии тех воинов, которых еще пока нет на доске. Буквально месяц назад мы получили информацию о Дьякове Василии Вильвиче, который был призван на фронт Солочинского военкомата и пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Я думаю, что в скором времени его фамилия также будет высечена на гранитной плите нашего монумента. В Тюшево памятник появился недавно, в 2015-м, на средства совхоза «Авангард». Проект разработали архитекторы Макаровой. И вот монумент уже в седьмой раз станет центром притяжения в главный день года. В нашем поселении очень торжественно принято отмечать День Победы. Но, к сожалению, на нашей территории не было такого места, где мы могли бы все собраться. Наш памятник сделан из натурального камня. На нем находятся 128 фамилий наших односельчан, не вернувшись с войны. Мемориал, возвигнутый на воинском кладбище в Рязани на площади скорби по проекту рязанских архитекторов, стал поистине народной стройкой. И главным местом памяти о Великой Отечественной войне во всем регионе. Плеяды рязанских архитекторов из Томина, Буслакова, Сытых, скульптор-горбунов создали этот проект к 40-летию Победы. Старший брат районных обелисков появился в 1985 году. Он включает звонницу с колоколами памяти, площадь вечного огня, попасть на которую можно, пройдя через массивную арку с вырезанным на фасаде изречением. Бессмертен, отдавший жизнь за свободу Родины. Мимо стен памяти с бронзовыми барельефами. Место, выбранное для комплекса, не случайно. С XVIII века оно значится на карте как Скорбящинское кладбище. Сейчас здесь находятся могилы более чем двух тысяч солдат и ленинградцев, эвакуированных в Рязани, скончавшихся в годы блокады. Вокруг за годы образовался парк, известный как Мемориальный. И в мирные дни каждый, проходящий мимо, невольно задумается и вспомнит о великом народе победителя, о великой и страшной войне, о цене великой победы. Ведь, как сказал однажды генерал армии, дважды герой Советского Союза Павел Иванович Батов, память о войне живет не только в бронзовых и каменных монументах, а прежде всего в человеческих сердцах. И очень трудно научиться любить живых, если не умеешь хранить память павших. Танкисты шли в последний бой И молодого лейтенанта Исполнять мечту ветерана традиция совсем молодая. Но уже считаются у волонтеров серебряного возраста одной из главных. Даром, что им самим за 60. К участнику Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Савельеву активисты пришли не с пустыми руками. От волонтеров отряда Аргентум Плюс прозвучали любимые песни и стихи для ветерана. Но было и кое-что материальное. От лица руководства Комплексного центра социального обслуживания населения Рязанской области Поздравляем вас с этой знаменательной датой С Днем Победы Русского народа В Великой Отечественной войне. Спасибо огромное. Это вам. Смешно делали открытые. Живание огромное. Ага, держите. Акция «Исполни мечту ветерана» Инициатива всероссийская. Под эгидой «Мы вместе». Волонтеры, сотрудники центров обслуживания населения и просто неравнодушные люди дарят пожилым творческие номера и подарки, сделанные своими руками. На протяжении недели сотрудники нашего учреждения вместе с серебряными волонтерами отряда «Аргентум плюс» поздравляли наших ветеранов, которые состоят на социальном обслуживании в нашем учреждении. Они подготовили самостоятельно рукотворные праздничные открытки, вручали им на дому, пели для них песни военных лет, читали проникновенные стихи. Поздравления и подарки – это, конечно, хорошо, но главное все же – исполнение мечты. Александр Иванович давно хотел побывать на могиле жены, но самостоятельно это сделать не мог из-за проблем со здоровьем. Волонтеры протянули руку помощи. В годы войны Александр Савельев с утра и до поздней ночи работал в поле. Тракторов в то время, понятное дело, не хватало, поэтому все делали вручную. Пахали, сеяли, обрабатывали. Как говорит Александр Иванович, мы были в едином порыве. Все для фронта, все для победы. Для нас было в то время, как деликатес – картошка. Хотя у нас 40 соток. Все сдавали. Все для фронта, все для победы, все для разгрома врага. Фронт и тыл были едины. Сегодня, в свои 93 года, Александр Иванович считает книги и интересуется политикой. А еще оказывает помощь студентам юридических факультетов. Разбирает с ними темы, объясняет и передает свои знания другим. В общем, живет по-прежнему с патриотизмом в душе. Спустя два года шествие бессмертного полка вновь в оффлайн-режиме. Рязанцы и гости города несут портреты тех, кто боролись за победу в Великой Отечественной войне. В этом году в строю бессмертного полка пройдут и портреты тех, кто погиб во время специальной операции на Украине. Колонны людей с портретами своих родных фронтовиков, тружеников тыла, участников локальных конфликтов уже за час до начала заполнили главную улицу Рязани. Даже непогода не помешала, казалось, бескрайнему морю людей торжественно пройти с портретами своих героев в руках. Ожидание начала акции бессмертный полк, кстати, не было томительным. Люди пели песни военных лет, рассказывали друг другу фронтовые истории своих близких. Здесь мой дедушка, который прошел войну. А эта бабушка, она как труженик тыла. Если бы они, у нас не было бы. Мой свекор был рядовой связист. Прокладывал связь и награжден красной звездой за свой потих. Что для вас значит День Победы? Это самый лучший День Победы. Даже очень трогательно. До слез. Это мой дедушка, его прадедушка. Он прошел всю войну, был танкистом, прожил долгую жизнь, умер в возрасте 79 лет. Сам он был уроженцем Украины. Всю жизнь прожил в Рязани. Это наш прадедушка, Александр Михайлович, в 17 лет ушел на фронт казаком. А это мой прадед, Винокур Василий Иванович. Под Сталинградом был ранен, комиссован в 43-м году. Вот сегодня пришли отпраздновать День Победы вместе с сыном старшим. Что для вас значит День Победы, для вас активиста на фронтах? Ну, для меня это почти память наших дедушек, бабушек, которые для нас совершили этот великий подвиг. То есть мы им благодарны. Вместе с портретами героев Великой Отечественной в строю бессмертного полка фотография молодого парня Дмитрия Топтуна, героически погибшего 14 марта 2022 года в ходе проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Дмитрий родился в Рязани, учился в военном автомобильном училище. Герой нашего времени посмертно награжден Орденом Мужества. Мы решили, что пусть пройдет вместе с дедами, которые воевали тоже против нацизма. Вот сегодня вышло поддержать это шестой. День Победы, конечно, светлый праздник для нас всех. Мы всегда помним, и в детстве нас еще родители носили, мы ребенка носили, а сейчас вот не на плечах несем, а вот в виде, ну, как портрет. Губернатор Рязанской области Николай Любимов тоже присоединился к праздничному шествию. В колонии с жителями и гостями города он шел крепко, сжимая портрет своего деда-фронтовика. Это дедушка Алексей Николаевич Никитин, фронтовик, ушел на фронт сразу после того, как исполнилось 18 лет. Из Калуги, когда ее освободили, освободили ее в декабре 41-го, вот в начале 42-го он ушел на фронт, и в 50-й армии прошел всю войну до Кенигсберга. Там для него война, сама война закончилась, он попал в госпиталь по ранению, но продолжил служить, и только в 57-м году вернулся из армии домой. Вот участвовал в числе 43-х других бойцов в подкопе на Зайцевой горе в Калужской области в Варятинском районе. Это подкоп, ну, уникальная операция, когда зарылись в землю, 100-метровый ход под землей, заложили в зарычатки огромное количество и взорвали господствующую высоту с немцами вместе. Потом наша армия на этом участке пошла в наступление. Ну, героический дед, что говорит, два ордена Красной Звезды, два ордена Великой Отечественной войны. Все, конечно, заставляет им гордиться. Вот с гордостью не своего портрета. И моя жена своего деда Кузьмина Ивана Васильевича, летчика, тоже фронтовика, который прошел всю войну, вернулся домой и продолжил служить на родине уже. Акция «Бессмертный полк» это не только, вернее, не столько про общую трагедию, сколько часто про личную, семейную. Каждый год люди выходят на улицы города с портретами своих родных. Тех, память о которых невозможно ни передать, ни забыть. Именно она, личная память и есть главный смысл «Бессмертного полка». Наши родственники, ну, прадедушки, можно сказать так, ну, соответственно, дедушки, мамины, а второй это двоюродный брат деда, он герой Советского Союза, рязанец. И мы всегда ходим с ними вдвоем в нашем «Бессмертном полку» с самого начала основания этого полка. Что значит, «Бессмертный полк»? Слезы на глазах. Поем и плачем. Это мой папа, Клюев Иван Палч, третий белорусский, защищал Кенигсберг. А у меня мама, она дошла до Берлина, она, в общем, она работала в столовой, в офицерской столовой, дошла до Берлина, а потом она дошла на Дальний Восток, их отправили, как раз до Маджури дошла. Это наш дедушка, мой прадедушка, мамин родной дедушка, Кучаков Александр Нестрович. Он служил в ВДВ разведка, совершил очень много подвигов. Когда пошел в разведку, доложил наше месторасположение врагов, бандитов, и были уничтожены бандиты. Еще был контужен. Также он спас, вытащил из поля боя много красногвардейцев наших, раненых, тяжелораненых. И когда пулемет мешал нашим прорваться вперед, он, недолго думая, пошел на этот пулемет и подорвал его гранатой. Это два моих прадеда. Один был исполняющий обязанности Куйбышевского, командующий Куйбышевского военного округа. И второй прадед танкист. Вот решила тоже принять участие. Вы понимаете участие? Да. Стараюсь. Что для вас значит День Победы? Святой праздник. Самый святой, наверное, из всех существующих. Спасибо. Победа за нами. Будем дальше стараться. Как говорят сами люди, Бессмертный полк это повод изучить семейные архивы, возродить историю поколений и передать ее своим детям. Вспомнить о корнях и, что важно, оцифровать эти воспоминания. Потому что никто не забыт, ничто не забыто. И так будет всегда. Ученицы пятого класса. Ученицы пятого класса. Ученицы пятого класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова